друзья всем привет сегодня видео для тех кто нередко упускает свои орхидеи но вот в разных таких посадочках две вот таких вот орхидеи до бывают что у новичков иногда вот такая вот картина складывается купленная орхидея в размере там 17 какое-то время живет в маленьком стаканчике потом по разным причинам вот доходит до такого состояния либо про нее постоянно забывают либо еще какие-либо причины и 2 орхидеи тоже посаженные во мхе вовремя не отсаженные во время не ухоженные и в соответственно у нее возникли проблемы все нарощенные корни которые были у нее они все там засохли пересохли общем ее нужно срочно к нам ну как сказать возвращать к жизни обе орхидеи с потерянным тургером вот и соответственно видео о чем о том что нередко мне присылают в личные сообщения вот подобного содержания точнее на подобного состояния маленькие орхидеи и потом большими буквами сос георгий помогите куда во что и как пересадить не только не мог вот мог все сами видите какая беда ну что вот сегодня как раз видео об этом я специально снимаю это видео сейчас вы смотрите для меня пройдет какой-то промежуток от но времени с этими орхидеями сейчас вы их видите вот такими вот а в конце этого видео буквально несколько минут вы увидите что с ними стало через несколько месяцев для меня еще вот сейчас начале видео это записываю еще неизвестно но я в принципе предполагаю что с ними станет но тем не менее я специально снимаю это видео для вот таких людей которые запускают орхидеи и потом задают бесконечно мне вопросы чтобы потом мне не писать комментарий а ссылочку на это видео давать чтобы смотрели подробно что я и как делаю вот с такими маленькими орхидеями и так погнали так ну первая орхидея никакой ценности наверняка у нас там в горшке ничего нету корни сгнили от слова совсем вот поэтому мы занимаемся тем что есть отстегиваем вот так вот выясняем какие корни у нас здесь еще живые воздушные да вот один вот второй так вот здесь вот снизу пустой 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 значит нам смело можно так вот эти корешки оставляем верхние видите они нам пригодятся мы с ними и посадим орхидею вот значит все сухое вот так вот мы вниз вот вниз так запутались корни главное верхние вот эти чтобы не пострадали у нас особо вот все живые вот так так да все так теперь берем и спокойненько отстегиваем весь плохой низ хопа нам понять если тут у нас чернота или нету на основании счищаем все вот эти вот на чешуечки на это нужно время конечно но их нужно аккуратненько удалить таким образом чтобы они не повредили вот эти корни которые у нас остались увеличивайте видео и смотрите на большом экране как это все происходит вот я уже не раз рассказывал что если на пути у чешуйки встречается корень то нужно вдоль разрезать эту чешуйку таким образом чтобы надрез как раз приходился об видите вот я сейчас потянул и вот на ваших глазах оторвал самонадеянно а вот что бывает понятно да смотрите потянул за чешуйку и она увлекая за собой вот наглядный пример что бывает раз и оторвали корень поэтому чтобы такого не происходило вот есть корень да вот он напротив него эту чешуйку надрезаем вот напротив него и потом в разные стороны вокруг этой чешуйки удаляем точнее вокруг этого корня удаляем эти чешуечки чтобы отрывающаяся чешуйка нет не оторвала нам корень как вот здесь вот ну вот как раз таки для этого видео и нужны подробные без всего без купюр поэтому я вам друзья показываю все смотрите и опыляйтесь знаниями не допускайте ну конечно же опыт приходит на собственных ошибках но они эти ошибки потом легко исправляются когда вы владеете информацией владеете знаниями чужим опытом до доступ имеете так ну что вот такая вот у нас орхидеи больше подрезать я кочерыжку не буду хотя можно еще немножко наверно прям подрезать черноту эту резко резко режем прям резко раз чтобы у нас не сдавливалась кочерыжка а отсекалась это прям вот важные моменты очень важны тут она сухая прям уже раз присухая и чернота имеется мы ее прям тоже так срезаем все не боясь сошкабливаем все так вот остальное там чернота нас не волнует у нас есть в крайнем случае топаз вот плейлист который называется топаз для орхидей вот в нем прям мы все рассказываем показываем как применять его в подобных случаях но не сейчас сейчас нам нужно орхидею чуть-чуть корицы я припудрю срез все вот так вот все стороночку мы и откладываем ведь какие у нас листики вот значит с этой орхидеи друзья что я буду делать я сейчас покажу вам что мы будем делать с этой орхидеи для начала я возьму емкость небольшую чистую вот так вот вот такую и помещу орхидею в эту емкость вот этими корешочками цветонос пока обрезать не буду смотрите что я делаю опускаю этими корешками максимальную воду вот саму орхидею листики вверх у нас чтобы были так так о все корешки желательно вот эти воздушные нам загнуть вниз все вот и теперь наливаю на дно водички чтобы воздушные корни у нас находились в воде но основание орхидеи при этом чтобы воды не касалось посмотрите видите основание не касается воды но корни в воде так это 1 орхидея естественно бирку мы снимаем и сюда ее кидаем значит сегодня у нас друзья я прям записываю для длинного видео так какое число то у нас сегодня сегодня 5 сентября 5 сентября 24 года года но закончится видео это уже будет другое число скорее то которое вы сейчас смотрите ну посмотрим так и 2 орхидея тоже у нас она но для чистоты мы ее сейчас вытащим отсюда вместе сам хом посмотрим вместе с корнями вот так вот эту орхидею год назад год назад укладывал сюда для наращивания корней корни нарастил и с таким же успехом их профукал но профукал друзья я уже специально снимал видео одно когда меня задавали вопрос что же я довожу так до такого состояния какой же я профессионал так вот и довожу до такого состояния чтобы потом показывать что с ними делать тем кто в жизни так доводит но не может найти видео наглядно что и как делать с орхидеями в таком вот состоянии так ну тут у нас смотрите ситуация значит корни все которые были внутри во мхе естественно они у нас все погибли произошло это от не вовремя политого политой орхидеи орхидею не полили вовремя мох высох высушил соответственно все корни и потом вдруг полили эту орхидеи залили естественно что будет с корнями когда они пересохли превратились сухари виламин можно сказать погиб засох а потом эти корни залили замочили водой причем так основательно правильно корни не то что сгниют они вот в пустышки превратятся вот примерно в такие как вы сейчас видели на своих этих видите сейчас так ну что то здесь такая же ситуация здесь убираем вот видите виламин у нас живой здесь тоже желательно удалить все чешуйки для чего друзья это делается ну во первых для свободного чтобы дышать начало основание раз чем она вот от очищена чешуек тем быстрее начинает воздушные корни ну не воздушные новые ну воздушными они будут или грунтовыми грунтовыми горшочными тоже от вас зависит от посадки от ухода так ну вот значит вот такая вот сейчас у нас орхидея хоп-хоп вот здесь у нас вот скорее всего детка лезла мы и узко вернули но ничего страшного нам сейчас детка не нужно нам нужно сама орхидея сейчас мы ее вернем к жизни так и вот теперь друзья вот у этой орхидеи есть корни есть еще вот эти верхние более-менее живые вот этот корень живой то есть вот эти корешки еще более-менее живые то есть у этой орхидеи есть два варианта первый вариант такой же как вот у этой которую мы сейчас поставили на воду но у нее здесь только воздушные корни заметьте да а у этой орхидеи такие более-менее в принципе нормальные корни если что вот этот я сейчас срежу он не хороший корень а почему потому что он наполовину он наполовину к сожалению усох упустошился там внутри конечно мог быть грибок находиться поэтому ну вот так вот все припудриваем так и теперь эту орхидею мы посадим посадим да вы не ослышались вот в грунт который хорошо помогает адаптироваться слабым орхидеям у которых есть какие-то корни вот вот так мы сейчас ее сюда но это будет у нас не мог это будет у нас мелкая фракция мелкая фракция коры это может быть ну вот у меня например там архиата у вас может быть обычная кора тоже хорошая но просто у меня она есть в общем ниже средней фракции мельче средней точнее фракции кора вот ну так вот раз и теперь кокосовые чипсы у нас они заранее должны замочены вот прям мокрые мы берем один к одному размочали ваем прям вот так вот размочали ваем так по моему я больше кокосовых чипсов положил вот так добавим да все хорошо прям вот так вот и теперь друзья нашу с вами орхидею мы вот в этот вот грунт смотрите какой он получился кокосовые чипсы волокна кокосовые и орхиата в ближайшее время этот грунт не будет разлагаться хорошо будет набирать влагу впитывать влагу и потом достаточно продолжительное время отдавать ее тем самым корешкам орхидеи так ну вот так это будет выглядеть и теперь мы ее сюда сперва вниз накидываем и теперь орхидею укладываем чтобы она у нас на листике легла вот сюда дырочку для корешка вот так и сюда дырочку для корешка вот так 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 вот легла она у нас на два листика нижних и теперь мы ее во влажную эти грунт наш который мы приготовили укладываем вот так откладываем со всех сторон вот так можно чуть-чуть ее даже прибыл при ну не то что ну короче чуть ниже точнее чуть глубже и и чем обычно вот посадить ее чтобы как бы вокруг основания был вот этот грунт вот он будет играть своего рода влажный и будет вокруг основания создавать влажность повышенную ну чтобы орхидея чувствовала и пускала новые корни тем более там у нас есть один корешочек который хочет вылезти для него это скорее всего вот ну ка дуну вот в точку роста дунули вдохнули жизнь все значит тут такая у нас а вторая значит посадочка орхидеи а тоже мы берем бирку обязательно засовываем ее сюда подписываем что все две орхидеи у нас значит 5 сентября помещены вот в этот вот вот в эти посадочки что будет с ним через какое-то время об этого вы сейчас прям и узнаете опа так друзья всем привет это уже сюжет через полтора суток сегодня 7 сентября 5 числа в начале видео но вы все видели мы пересадили под значит почистили вот эту вот орхидею вот и вот эту малышечку мы поместили вот сюда так пока эту я уберу немножко сторону отсюда вот значит смотрите всего за полтора суток это орхидея из тряпочки вот которую вы видели в начале видео это смотрите у нее уши прям торчком вот смотрите какая прелесть то есть прям вот налились они вот всего за полтора суток стоило в воду поставить никаких секретных таинственных каких-нибудь эликсиров не было просто друзья обычная вода вода из-под крана вот корешки опустили орхидея напилась буквально и вот она восстановила вот такие замечательные листики ну все сейчас мы ее тоже с вами пересадим в такой же горшок как и предыдущую орхидею вот такой вот двойной маленький вот я снимаю на подоконнике солнышко вот она из утра закинул сейчас также все закинул кокосовые чипсы в эту посадку разомну все хорошо точно прям я думаю орхидеи это очень понравится кокосовые чипсы с архиа точкой вот так вот ну что сейчас еще не стал на столе снимать потому что мне видно темно сейчас комнате ну как светло но свет с востока с другой стороны с противоположной от камеры и не особо хорошо видно как орхидея прям вот а стояли они не здесь на подоконнике нет а стояли эти обе орхидеи в метре от окна на полке вот под искусственным здесь еще не совсем она вот это восстановил трубер но потому что у нее не в воде были корни а ну вот здесь на поверхности но я это намочил вчера сутки значит 5 мы ее поместили 6 вчера я ее намочил хорошо хорошо вот корешочки думаю за пару дней тоже все восстановится вот так ну что вот эту теперь сейчас мы ее сюда аккуратненько пересадим поэтому друзья если у вас орхидея потеряла тургор это не что иное как обезвоживание я в одном из видео рассказывал причины потери тургора точнее не так но причина потери тургор это обезвоживание а почему бывает обезвоживание происходит что случается вот если я не забыла конечно я ссылку поставлю было такое у меня видео на канале я специально снимал вот и на примере орхидей которые фотографии мне присылали подписчики зрители своих орхидей с криками соус помогите что происходит с моей орхидеи я давал подробный подробнейший расклад что происходит и что нужно сделать для орхидей вот если есть хотя бы один там два корешочка то это одна история если корней нету то это уже другая история так вот здесь у нас корень вылазит куда-то наружу в принципе даже уже эту орхидею можно и сразу полить ух ты камень попался да да вот в архиа сейчас попадаются камни так ну вот так вот прям сразу сейчас мы ее с вами прямо вот вообще примут прелесть просто такие упругие листья это у нас вот так вот все пока не буду цветонос отстегивать старый по причине так сегодня у нас 7 но я не буду писать что сегодня 7 и потому что ничего мы здесь два дня назад пятого числа сюда хотя давайте напишу чтобы так 0 7 сентября 24 года так ну вот так и сейчас я сразу ее так бирку мы вставили нет где бирка вот она бирочку сюда все и сейчас этой же водой частично добавлю эту орхидею чку прям пролью вот так вот вот остаточки еще подержу в этом грунте пускай напитается подержу минут десять вот а потом солью и вот только на дне оставлю прямо чуть-чуть чтобы вода не касалась вот этих корней вот этого донышко это я для того чтоб каран и питалась сейчас и подольше отдавала влагу а так собственно все друзья все вот она одна вот она вторая сегодня у нас 7 сентября и две маленькие малышки мы быстренько обработали исправили свои ошибки вот так вот все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующих видео всем пока вот так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok